Начало недели для троих автомобилистов выдалось не самым удачным. В разгар рабочего дня на пересечении Пионерска и Горького столкнулись сразу три иномарки. Део Матис, двигаясь по главной дороге, столкнулся с Хёндай, который просто въехал в него на скорости. От сильнейшего удара Матис по касательной отбросила на проезжающие мимо Рено Калеос. В результате ДТП, кроме железных коней, никто не пострадал. Степень вины каждого из пострадавших установят сотрудники ГИБДД. По данным Роспотребнадзора, в регионе резко выросла заболеваемость острым вирусным гепатитом А, дизентерии и внебольничными пневмониями, а также энтеровирусной инфекцией. Уровень заболеваемости последний составил почти шесть случаев на сто тысяч жителей. В прошлом году данный показатель составлял чуть более одного. Заболевания были отмечены в семи районах. Между тем, такие инфекции, как брюшной ТИФ, дифтерия и краснуха, в регионе в этом году не выявлялись. Урок олимпийской безопасности МЧС Парловской области проводит на безвозмездной основе занятия по вопросам безопасности жизнедеятельности для тех, кто станет гостями Олимпийского Сочи в будущем году. Занятия будут проводиться еженедельно по пятницам с 14 до 16 часов на базе МЧС. Для включения граждан в состав учебной группы необходимо подать заявку по телефону, которую видите на своих экранах, или на электронную почту. Орловские школьники одни из самых способных в ЦФО. Орловская область по итогам ЕГЭ двух последних лет занимает одну из лидирующих позиций. За эти два года 393 выпускника получили золотые и серебряные медали. В этом году 73 одиннадцатиклассника получили максимально высокий балл против 24 в прошлом году. Всего в текущем году 11 класс закончили 3841 человек. Чуть меньше 3111 поступили в вузы. Кроме того, за эти годы 46 орловчан приняли участие во всероссийских предметных олимпиадах. 16 человек стали победителями и призерами их заключительных этапов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok